Сломили руки, Коля надели наручники, оперуполномоченный это сделал и повел. Но мы, естественно, за Колю все пошли сразу, потому что ситуация начала приобретать какой-то странный поворот, неадекватный. Таким образом мы все оказались здесь, в отделении. Это случилось пару часов назад. Не успела группа «Айспик» сойти с поезда в Новосибирске, как их задержали. Сотрудник МВД наделал наручник на Николая Костырева и ведет его в отделение. В новогодний тур обернулся катастрофой. До этого отменили концерты в Казани, Красноярске, Воронеже и Перми. Площадки в Перми трижды отказывали «Айспик» по доброму совету силовиков. Музыканты были готовы выступить даже в провинциальном банкетном зале с елочками-огоньками на сто человек. Лишь бы не разочаровывать поклонников с Урала. Но и сюда мгновенно стягивается полиция. Сюда пришла полиция. И, в общем, да, вот там вот чуваки снимают, там чуваки зачитывают, что нам можно делать, что нам нельзя делать. Наша музыка – это не преступление, наше выступление – это не преступление. И мы не делаем ничего противозаконного, к нам нельзя прикопаться ни в какие-то моменты. Поэтому давайте споем наш любимый трек. Я как бы когда-то очень любил рок 80-х. Я постоянно ловлю дежавю от того, что сейчас происходит, потому что это все по второму кругу. Опять эти исполкомы и запреты и все такое. Времена подпольного советского рока давно позади. Но родительские комитеты, активисты с черными списками и региональное управление Центра Э, кажется, запустили машину времени. Только в ноябре по разным причинам в России отменили 13 концертов. Хедлайнер запрещенных концертов – рэпер Хаски. За артиста вступились легенды рэпа – Оксимирон, Нойс и Баста. И, кажется, отбили своего. Районный суд в Краснодаре пересмотрел решение об аресте Хаски. Из 12 отведенных суток музыкант отсидел 4. Ну просто, когда вступается Баста, я думаю, все руководство МВД ходит на концерты Басты. Ну нельзя против Басты. Судя по выбору групп, это абсолютно неспланированная какая-то акция, неспланированное мероприятие по какому-то давлению на музыкантов. Это просто, мне кажется, некая инициатива на местах. Кроме Хаски, «Тихий ноябрь» получился у Монеточки, Егора Крида, Ган Веста, Джа Халиба, Матранга, Френдзоны и Эл-Джея. В заснеженном Сургуте борьба с рэпером Эл-Джеем ведется из общественно-приемной отделения «Единая Россия». Точнее, не с самим Эл-Джеем, а с его малолетними поклонниками. Ой, экстази, это у меня любили. Сама музыка мне, честно признаюсь, нравится, именно музыкальная составляющая. Был бы на ней другой текст, цены бы не было. Я сам в свое время был артистом, выступал на сцене и сейчас иногда продолжаю. И я понимаю, что я иной раз для популярности делал вещи, которые, наверное, сам бы не стал делать. Полную версию программы смотрите на сайте tvrain.ru и в приложениях для iPhone и Android.